День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Страховка для бойцов. Владимир Путин подписал указ о дополнительных финансовых гарантиях для добровольцев на СВО. Орликины из Дашково-Песочной. За банду местных подростков, не дающих прохода местным жителям, взялась прокуратура. Лекциями по аварийности. Сотрудники ГИБДД продолжают разъяснять детям правила езды на электросамокатах. Сегодня Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев, участников военной спецоперации. Согласно документу, выплата семье в случае гибели добровольца установлена в размере 3 131 729 рублей. При получении инвалидности родные получат более 2,3 миллиона рублей. Инвалидам первой группы более полутора миллионов рублей. Второй группы около 783 тысяч рублей третьей группы. При получении тяжелого ранения или увечья размер страховой выплаты составит более 313 тысяч рублей. Легкого ранения около 78 тысяч рублей. Документ вступил в силу сегодняшнего дня и распространяется на правоотношения, возникшие с датой начала специальной военной операции. 24 февраля 2022 года. Аналогичные условия обязательного государственного страхования, жизни и здоровья действуют в России для военнослужащих. Возмутительная история практически из центра Рязани. В микрорайоне Дашково-Песочня банда подростков буквально терроризирует жителей окрестных домов. По словам очевидцев, несовершеннолетние не только ругаются матом, распивают спиртные напитки, но и нападают на проходящих мимо детей, прикрываясь своим несовершеннолетием. Терпение местных пап и мам лопнуло. К местному компьютерному клубу они вызвали сотрудников прокуратуры. Пустые бутылки, отборный мат, парение вейпов и подростковые разборки. С приходом вечера окрестности дома номер 7 по улице Васильевской становятся настоящим злачным местом. Посетители компьютерного клуба, который расположен по соседству, устают от мониторов и выходят подышать свежим воздухом. На горе местным жителям и мимо проходящим детям. Как угорелые носятся, выходя оттуда. И начинается, значит, курение, плевки, харчки, куча мусора, куча всего. И ладно, это там, ну, 3-4 человека, но они же толпами все это делают. Их тут собирается по 30 человек. Ну, это, говорю, постоянно вот эти плевки, мусор. Ну, страшно. Детям страшно, дети жалуются. Вот, хотим как-то, не знаю, мне кажется, причина естественная в кибер-клубе, хотим, чтобы его закрыли. В этом компьютерном клубе бывают люди разных возрастов. Подростков, конечно, на порядок больше. На первый взгляд заведение выглядит безобидным. Есть даже свод правил, где прописано, что употребление увеселительных напитков и курение строго запрещено. Здесь нельзя находиться в состоянии алкогольного опьянения. Это даже прописано в правилах клуба. Вот, поэтому тут никто не бывает в состоянии алкогольного опьянения. Бывают случаи, что кто-то приносит пиво, в основном взрослые мужчины. Мы это оперативно решаем, просим удалиться. Вот, поэтому тут не бывает такого. Вот только мало кто эти правила соблюдает. Обеспокоенные жильцы написали заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку по поводу деятельности кибер-клуба. А также разобраться в причинах шумных уличных посиделок его посетителей. Правоохранительные органы отреагировали молниеносно и выехали на место. Прокуратура Октябрьского района на основании сведений, размещенных средств массовой информации по вопросу нарушения жилищных прав граждан, жителей многоквартирного дома номер 7 по улице Васильевской, организована проверка. В своих постах в сети интернет жители выразили негодование касаемо деятельности компьютерного клуба, а также неподобающего поведения несовершеннолетних и молодежи. В связи с чем нами, как я уже сказал, организованы проверочные мероприятия с привлечением правоохранительных органов, контролирующих органов. Проверка займет ровно 30 дней. В прокуратуре уверены, этого времени хватит, чтобы найти и наказать нарушителей. Ну или, по крайней мере, разогнать по домам всех местных мамкиных хулиганов. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Не менее дикая история произошла в Касимове. Здесь один из местных жителей решил в наглую ограбить соседей. Для того, чтобы попасть в дом, он разбил окно. Заявление о разбойном нападении на 83-летнюю пенсионерку в полицию Касимова написал ее сын. Правоохранителям он объяснил, что, вернувшись утром с работы, увидел на полу маму связанную липкой лентой. Кроме того, из дома пропала крупная сумма денег – миллион рублей. Очень быстро оперативники вычислили нападавшего. Им оказался 44-летний житель Касимова. Злоумышленника задержали, отпираться он не стал. Проник в темное время суток у бабушки через окно. Куда проникли? В дом. Проник, связал ее, отобрал денежные средства. В чем очень сожалею и черт попутал меня. Мотив этого преступления, судя по всему, был завязан на банальной зависти. Злоумышленник признался, что заметил, будто хозяева одного из местных домов стали экономить. Например, давно не ремонтировали жилище, хотя оно изрядно износилось. При этом нападавший точно знал, что пожилая женщина получает хорошую пенсию, а мужчина постоянно работает. А значит, деньги они копят. План ворваться в дом созрел моментально. Пенсионерка не знала, где сын спрятал деньги и даже после побоев не могла выполнить требования злоумышленника. Тогда налетчик обыскал весь дом и нашел сверток с деньгами и скрылся. Вот только уйти от правосудия напавшему не удалось. В следственном подразделении межмуниципального отдела Касимовский было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 «Разбой», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Подозреваемый заключен под стражем. Сотрудники госавтоинспекции в спортивно-оздоровительном лагере «Ласково» провели очередной правовой ликбез по разъяснению правил управления электросамокатами. Задача – снизить количество ДТП на этом виде транспорта. С начала года таких аварий зарегистрировано уже 15 штук. Для Маргариты Катуминой эта лекция про безопасность дорожного движения – тема личная. Как минимум, потому что она сама водитель электросамоката. А как максимум, ее близкий родственник попал в ДТП. «Мне сам отец попадал в происшествия дорожные. По происшествию ломал ногу. Это все очень, на самом деле, серьезно. Поэтому я поддерживаю мероприятие. Мне самое интересное, узнать о нововведениях на дорогах, так как я сама являюсь водителем дорожного средства». Лекция о безопасности дорожного движения на так называемых СИМ – средствах индивидуальной мобильности – тема для сотрудников ГИБДД в летний период актуальная. Особенно касается это самокатчиков. Так, например, ребятам напомнили, что до 14 лет на электросамокатах можно ездить только по пешеходным и велосипедным дорожкам, тротуарам и в пределах пешеходных зон. Это же касается и водителей старшего возраста, но у них есть поблажки. Самокатчикам постарше можно выезжать на обочину только в том случае, если велодорожек нет. В первую очередь, подобное мероприятие направлено на снижение аварийности на дорогах и повышение дорожной грамотности среди молодежи. Также особое внимание было уделено использованному средству индивидуальной мобильности и взаимодействию водителей СИМ с другими участниками дорожного движения. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Являющегося частью национального проекта «Безопасные качественные дороги». Статистика за полгода 15 ДТП с участием самокатов, при этом 16 пострадавших. Часть из них с разного рода травмами была доставлена в больницу. Оттого и просят сотрудники ГИБДД еще раз повторить правила дорожного движения, чтобы статистика пошла на убыль. Изменение цен на бензин, штрафы для самокатчиков и импорт японских авто. Эти нововведения ждут водителей в августе. Как изменится жизнь автомобилистов, расскажем далее. Главная новость – это изменение цен на бензин. Эксперты прогнозируют рост в августе. Так, Кабинет министров собирается сузить круг экспортеров нефтепродуктов и обязать компании увеличить поставки на биржу в России. Эксперты говорят, что решение это приняли для того, чтобы обстановка на топливном рынке изменилась в лучшую сторону. Разбег цен это приостановит. Тем не менее, в августе топливо подорожать все же может. И приставка, что произойдет это рыночными темпами, водителей вряд ли успокоит. Обещают, что цена поднимется на примерно полпроцента. Эксперты успокаивают, что, мол, рост этот – явление сезонное. Летом потребление больше и цена, соответственно, выше. После падения спроса и падения цен. Ожидается, что биржевые цены стабилизируются, а розничные будут подтягиваться к оптовым. Но пока это все прогнозы. С августа могут запретить иномарки в каршеринге. Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Президиума Госсовета 4 апреля 2023 года. Цитата. «Рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью». Конец цитаты. Это говорится в одном из пунктов документа. И пусть проект уже готов, ФАС и Минэкономразвитие считают такие меры преждевременными. По информации ведомств, введение ограничений ударит по отрасли пассажирских перевозок. Сюда же дефицит комплектующих у отечественных производителей. В свою очередь представители перевозчиков считают, что стимулировать переход на отечественный транспорт нужно не ограничениями иномарок, а созданием привлекательных условий и цен со стороны российских заводов-изготовителей. И вновь про машины. С 9 августа Япония запретит поставки в Россию ряда транспортных средств и комплектующих. Под запрет попадают автомобили с объемом двигателя больше 1,9 литра, автомобили дороже 50 тысяч долларов, гибридные автомобили и электромобили, грузовые шины. Причина – 11 пакет санкций. По оценке специалистов Автостата, под санкции попадет примерно половина поставляемых в Россию японских автомобилей. В России собираются ввести десятки штрафов для велосипедистов и электросамокатчиков. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шекин, заявил о готовящемся для рассмотрения осенью законопроекте, который ведет десятки штрафов для водителей средств индивидуальной мобильности. Речь здесь идет о самокатчиках и велосипедистах, которые игнорируют мартовские изменения в ПДД. Так вводятся штрафы за пьяное вождение СИМ, отказ от метод свидетельствования, оставление места ДТП, вождение транспортного средства вдвоем. Также вводится обширная система наказаний за превышение скорости. Штрафы хотят ввести за превышение на 5, 10, 15 и 20 км в час. Минимальная сумма штрафа 500 рублей, максимальная 4 тысячи. Вводятся штрафы за неправильную езду. Под ней подразумевается создание помех для участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов. По задумке сенатора следить за велосипедистами и электросамокатчиками должна будет полиция или камеры, фиксирующие нарушения. Если законопроект примут, то штрафовать начнут с 1 марта 2024 года. Синоптики предупреждают о резких перепадах температур в августе. И тот зной, который накроет Рязань в ближайшие дни, очень скоро может заместить совсем не летняя погода. Впрочем, долгосрочные прогнозы весьма приблизительны. За два прошедших месяца лета мы успели испытать на себе самые разные капризы погоды. Приходилось то страдать от нестерпимой жары, то спасаться от мощных ливней. Стоит ли ожидать таких подарков в августе? Или в свой последний месяц лето, наконец, будет вести себя как положено? Вероятностный прогноз от Росгидромета показывает, что август будет теплым практически для всех россиян. В первой половине месяца в ряде регионов ожидается жара, при которой столбики термометров могут дотянуться до отметки плюс 40 градусов. Такая погода будет наблюдаться не только в Рязани, но и в Калужской, Тульской, Тамбовской, Воронежской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Однако после 9 числа ожидается резкое падение температуры до плюс 10-13 градусов, сопровождаемое затяжными ливнями. По ощущениям, погода будет напоминать конец сентября – начало октября. Добавим, что сейчас в регионе набирает обороты жара. До выходных будет становиться все теплее, а к понедельнику ожидаются температурные значения плюс 33-34 градуса. Что же касается экстремальных, опасных метеорологических событий, то, по словам синоптиков, они прогнозируются в лучшем случае – за трое суток. А летом, когда преобладает взрывная конвекция, то есть внезапное появление мощных грозовых облаков, и вовсе лишь за сутки или несколько часов. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gz2.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова